По коль в ученые встречаются, заявляется человек зя мной истоты, тяго соправданная родимая неде у космосе один факт обвергнуть немогчима. Организм дорослого человека, як минимум на 60% складается с воды, у новонародженого гэты пакачек ясче боч 90%. Зараз у Беларуси наличвается больше 20 тысяч рек и свыше 10 тысяч озеров. Самого старожитого початку народжения беларусской державности в этой водоеме имели великое значение. Т.е. Мозырское посельще, например, было узведено у мясовости насыщенной водой. Тут и жить было боч лёгко, и ворогу простенья просто. У музея воды, який створен при Козинском эколого-культурном центре, гэты факт подкресливаются особливо. Тут у вуголю можно убачить жмат чагу цикавого, навод экскурсоводы не утоювать. До открытия музея яны стойки об воде и яе в Кырстане не ведали. Изучила водный мир, можно так сказать, в Мозыре, в Мозырского района, родники, полезные ископаемые, минералы, минеральные воды, историю водоснабжения города Мозыря. На боковые доследования свечать, вода мая память и сдольная передавать информацию. Розные слова, какие может почуть вода, могут кардинально повплывать на ее склад. В том сенте, что дрянные слова робить воду, коли несоправдным ядом, то амаль непригодной для уживания. Чагода речи можно зарабить вывод, наши дрянные думки и выразы здоровья нам же самим, як минимум, не додают. Коли глядеть у большомасштабном плане, запасы пятной воды на планете катастрофично изменьшаются. По некоторых прогнозах, воду украс 15, и ее продаж может стать навыдь больше выгодным, чем гандальнафтой. По этой причине, до речи, воду уже все не называют ватким золотом. То есть в Беларуси, то подземные запасы воды тут докладные невядомые до этого часу, але по некоторых оценках, под землей находится целая пресная мора. Однако, это злужа поколь только теория. Это наше богатство, которое мы должны ценить, которое мы должны беречь, о котором мы должны рассказывать и формировать у людей культуре бережного отношения к этим ценностям. Центральное место у музея воды займает дух Мазыршины. Сяды стары, скрупли воды, як символ мудрости и бережливого ставления до природы. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район.